всем привет дорогие мои зрители сегодня вас ждет ну совершенно необычное такое неординарное видео на моем канале у меня гость привет всем привет это максим который тоже ведет на ютюбе свой канал как ваш канал меня все очень просто crazy макс тв странное название интересные обзоры на всякие штучки путешествует с таким искрометным юмором описывает свои впечатления беседует с разными интересными людьми не везет до плюс работы интересно вот расскажите пожалуйста нашим зрителям кем же вы работаете почему вас так любопытно было заполучить в кадр в общем работа моя связана я не люблю только слова на самом деле шоу-бизнес но тем не менее это шоу-бизнес я работаю с артистом вот основная у нас артистка мой босс шеф его основная артистка это ирина аллегрова ваша можно сказать соотечественница вот это основная наша артистка с ними работаем очень много много лет но на данный момент повод пребывания в этом прекрасном солнечном ереване это концерт григория лепса долгожданно поэтому мы приехали за несколько дней концерт на завтра активно призываю всех кто его любит но еще не успели приобрести билеты обязательно это сделайте потому что мы например с моим сыном и мама тоже мы фанатеем можно сказать даже без приукрас что у нас лепс дома выступает каждый вечер в принудительном порядке очень хочешь и мой сын сидит рисует и поет под него это так смешно из 8 лет я просто слышал что многие не верят что то что я знаю что в городе очень много отмен концертов и многие не верят что он приедет поэтому это сто процентов мы уже приехали лепс прилетает сегодня вечером мы его встречаем завтра концерт приходить до конца 7 вечера все вечера с какого с какого-то у нас шикарный шикарный зал я думаю я сегодня пришел туда я был этому вообще с какая все дворцы спорта всегда спортивные они кида холодные серые да у вас такой прям даже ложи которые прямо сиденья мягкие это снимал видео себя показала у вас бывает других местах они везде твердые одна только ложа вас мягкая сам какой холл лампы этом да там хоть а вот по само здание такое интересное какие-то смешно но конечно его бы освежить бы сверху да но внутри очень прилично да то есть гости наши иностранные не пугаются как и еще какой-то зал есть внутри у вас для для такой для иностранцев выступают на 2000 а вы знаете что там этот зрительный зал крутится он это вот где сиденье эта штука вот так вот разворачивается и начинает смотреть на сторону катка очень интересная система вот поэтому эти мягкие сиденья видимо оттуда с того зала все я теперь понял они же не могут быть в том приличном зале пластмассовые сиденья все последний раз логика я там была в девяносто втором году на концерте дмитрия крылова со своей подругой оттуда толстенький да да важно это же какой я на фталин вспоминаю 92 года школьницы были там почему не ходите что не нравится 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 то много кто нравится ну как тут ноги не доходим будем приезжать буду вас приглашать давайте с удовольствием часто я сегодня когда своего сына из школы встречала я говорю руб руб он его рубен завод я говорю ты сейчас лбом прошибешь потолок от счастья что случилось и а у меня русскоязычный я говорю танцуй ты сетки завтра на на лепсе идешь и пошел бегать по школьному двору круги нарезать с криками приятно когда кому-то это реально это вот просто так что мы очень рады нашему гостю и вам тоже рады надеемся что с вами не первый и последний раз конечно коллаборировать мы мы только что для канала максима небольшой вложек записали ссылку оставить мы там обязательно будет поскольку максим занимается шоу-бизнесом работает в этой сфере он сто пудов очень хорошо знаком со многими известными людьми вот но конкретно вот чем заключается ваш дети еще лучше с кем я работал и с кем вообще моя деятельность началась в далеком 2000 году мой друг танцевал был потанцовки такого певца шура вау беззубого это же самых азов 2000 года нет правда шура появился девяносто восьмой году уже два года был популярным а я появился в 2000 пошел к нему администратором так меня в общем друг затянул к нему и с этого все началось я продушу ты проработать больше всех около шести лет но уходил один раз и вот на это как раз уходил один раз я прошел год работал у дианы гурцкая тогда это тоже был ее пик популярность и рассвета песня ты знаешь мама все такому мама только не умерла тогда очень хорошее впечатление о ней ну конечно некоторым людям было ее неприятно ну как не нужно все сначала изначально шли посмотреть неужели правда она не видишь у меня с ней вообще сложились отношения такой момент хочу рассказать что вижу ее там раз в 10 лет раз пять там лет подхожу к ней здорово так обнимаю дианочка привет максик это ты то есть она вот просто с первого ноты она чувствует узнает очень такой душевный человек очень приятно вообще всегда было потом кто потом их что вернулся к шуре значит поработал еще с ним или там четыре или пять лет а потом потом я вообще ушел из своего бизнеса думаю все надоело мне это все это на самом деле ошибался и я пошел вот как раз я начал работать со своим боссом которым до сих пор сейчас работаю это было значит ирина аллегрова с ней я проработал как бы я не то что прям конкретно с ней а вообще его подчиненные моего босса да но он помимо олегов я уже говорил он делает концерта многим не продалось повезло поработать легендарные что группа самоцвета ось ну конечно старый состав зелена преснякова которая уже за 70 лет советская эстрада я ее видел буквально два дня на три дня назад которая просто скачет и прыгает до сих пор на сцене как девочка вот потом кто певица слава сейчас я через да ладно одиннадцатого числа я опять не еду в сибирь тур там пять городов насколько приятно работать со звездами вот насколько это вообще мне вообще повезло потому что я ну если я сам я уже тоже не повезло потому что все эти артисты более-менее но не более-менее они все адекватные но шура конечно по молодости другого греха таить всякое бывало это можно целое вообще это целое видео посвятите мне книгу написать конце был шебутной все это конечно это часть его имиджа сейчас он уже конечно изменился вроде слава богу и работает потихонечку молодец то есть он не остался данные в принципе славу я знаю давно певицу как-то так все люди и в александр тоже а насколько они строгие вот как боссы да так скажем трудно то есть на капризные требовательные и таки строй все наверное артисты бывают и капризными и строги правда по-разному бывает просто так как бы вообще там невыносимо да с каким-то артистом а еще работал с машей распутанной один месяц вот где кстати капризность можно рассказать это кумир моего дедушек всегда я проработал всего месяц я замечал там одного человека он уехал я с ней проработал это как раз так вот и значит маша распутина всего месяц начнем с того что в жизни нужно называть мари николаевна она не маша вам просто на сцене прыгающий мари николаевна вот и меня удивило это были съемки клипа больше сумасшедшие песни такая и меня удивило то что ему конечно клип снимал федор бондарчук не больше не меньше и меня удивило ну мало то что она опоздала на 3 часа ладно это на три часа все звезды опаздывают вот она приехала через три часа и когда мы с охранниками с нее разгружали ее вещи там вывязан был весь гардероб потому что она еще не знала в чем она будет выступать совершенно не знала вот и в общем мы все уносили и когда я в одном из пакетов тольче габбана крутой какой-то там увидел доширак а может это доширак от тольче габбана я охрану говорю ребят заберите свой доширак это не наше я врачу это марь николаевна как это доширак и маша распутина я был в шоке честно говоря да я был просто все и но зато вода была везде нивен только никакого святого источника нет 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 ничего там только или ну такая смешная была но ничего отработали нормально капризничала немножечко конечно что не так все это не так но а насколько известные люди капризны в плане выбора стран где они будут выступать или это не то что не зависит конечно же все это обсуждается каждым артистом я думаю а то есть им реально без разницы то есть нету каких-то расовых национальных предубеждений в чем заключается работа кстати вопрос я как администратор и как турменеджер допустим сейчас еду со славой турменеджер это тот который ну организовывает проверяет во первых покупка всех авиаперелетов ж.д. переездов полностью до весь транспорт гостиницы все это проверяют контролирую выполняю бытовой райдер технический райдер согласовываю с местными организаторами вы один вот эта вот вся беготня на вас это же все это контроль не то что я прям бегу с чемоданами все это дело допустим едем в новосибирск там есть мест организатор отправляем райдер они его выполняют обратно на согласование в общем такая вот как бы туда-сюда и еду с ними с полностью их сопровождаю после концерта делаю отчеты составляю все это пистанино расходы куда че ушло в общем на самом деле это интерес я люблю я люблю операх ездить путешествовать своего рода жалко что у нас это не как сейчас все меньше меньше как особо летом тишина вообще а вот то что вы на своем канале видео с путешествий своих это ваши командировки или этого отдыхать 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 от звезды вернулся только вот из таиланда мято канала иксель тоже все и работа и закулисья я вообще изначально свой канал открывал как знаешь я думаю что показать людям то что никто нигде не увидит закулисья я думаю что я разорву этот youtube на части не разорвал я конечно не не наглею я не хожу не снимаю артистов там раздет или в гримёрке не залазил с камерой я все культурно стреляли к самому и хорошее отношение разрешает себя разрешила себя не снимать я там что-то какие-то вещи на меня смотрят тоже видите знаменитые зрители есть потому что он на них работ в общем работа интересная на новой волну ну вот мы часто в сочи ездим там я люблю вообще снимать там много артистов там песни года я всегда снимаю еще какие-то в беларуси была песня года в москве а вот знаете я недавно слышала интервью Дэниэла Рэдклиффа который Гарри Поттер играет и он такую вещь сказал он говорит знаете большинство людей думает что звезды это прямо люди такие супер гипер интересные что прям вот только сядешь с ними говорить они прям тебя осыпят бриллиантами своего а на самом деле мы такие скучные в бытовухе но вот интересно а вот российский шоу-бизнес может похвастаться остроумными и скучными вернее не похвастаться а скучными скучными да и поплакать по поводу скучных людей есть такие вот мы можем имена не называть но вот просто интересно реально скучные люди есть в российском шоу-бизнесе но если бы они были спущными я думаю что они вообще бы не попали в шоу-бизнес но типа спеть на сцене одно а в жизни там просто пообщаться но в любом случае сцена и закулись это совершенно разные люди это однозначно вот очень мало людей которые и в жизни такой и на сцене такой это я думаю что вряд ли поэтому здесь все как бы так вот и такие такие то есть по любому какая-то харизма должна в человеке конкурс у меня на канале проходит и в понедельник будет результаты розыгрыша поэтому вы тоже можете подписаться еще не поздно поучаствовать не поздно там всего лишь ну так и написано это пред предыдущие видео называется розыгрыш просто оставить комментарий любой смайл запятая . там привет как дела неважно что потом это специальная программа кстати знаете для розыгрыша да 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 она рандомно выбирает именно прям комментарий конкретный розыгрыш такой я не знаю кто на меня подпишется с какой стороны конечно это будет не очень в общем я разыгрываю так если изначально я разыгрываю билеты билеты москва питер минск это концерт три большие концерты ирины олегровой на которые я могу сделать билеты по два билета в каждом городе если человек не из этого города и ему некого переподорить или просто отдать родственники друзья вторую вариант у меня есть рюкзак я свой рюкзак разыгрываю это прям причем 50 процентов ведь нам не нужны концерты давай нам рюкзак рюкзак красивый вот он новый я его ни разу носил я просто больной на рюкзаке у меня миллионы море там рюкзаков для путешественника значит рюкзак третий вариант это из таиланда я привез такие мази эти мази потом может быть там еще маски для леса какие-то это если вообще никто не получится если кто-то будет из четырех городов куда я еду с пулицей славы это сибирь новосибирск омск кто еще барнаул красноярск там кто-то будет случайно может кто-то знакомы там друзья родственники там я тоже разыгрываю в общем всем все достанется никого не обижу щедрый блогер поэтому подписывайтесь максима вообще максим макс для всех без разницы это же одно и то же макс крэйзи макс если там мария каковна она была никола вот но есть она мария николаевна может по максим евгению я я уже не знаю вы в шоу-бизнесе какие а вы сами капризный человек или такой непритязательный да по-разному надо спросить у моей мамы да мама мне на самом деле мне кажется все по настроению но не то что прямо такой капризничный это не хочу то не хочу но если настроение не очень то конечно да но у вас по моему времени о настроении своем нету думать потому что у вас такая беготня по жизни и так короче встречу нашу мы заканчиваем еще раз последним напоминанием о том что завтра в 7 часов в СКК имени Карена Демирчана в Ереване состоится единственный и неповторимый живой концерт который называется ты чё такой серьезный ты чё такой серьезный билеты есть и дешевые и средние дорогие приходите всем по вкусу все найдется спасибо кстати за это интервью мне прям приятно и вам тоже спасибо что написали потому что я как бы сидела пассивно себе сидела никого не трогала и вдруг человек написал так что взаимное спасибо всем большое за внимание приходите у меня будет весело поверьте не соскучитесь всем пока пока пока